8 июля в Приморской государственной картинной галереи состоялось открытие персональной выставки Михаила Павина «Такие брать дела». Эта выставка-инсталляция неординарная, провокационная, поталкивающая к диалогу о том, что происходит в мире. Чего вы начали? Когда это все появилось желание творить? Ну, фотоаппарат еще в школе хотел, чтобы не купили, потому что цену купили, а не купили. А потом купили, а все уже не фотографировали, а я как дурак с этим фотоаппаратом. Но, как бы, экспериментировать уже тогда начали. Одна фотка даже сохранилась. В экспозиции представлено более 40 работ. Это фотографии, созданные с использованием авторской техники, наложение двух кадров, скульптуры высотой от полутора метров, напечатанной из пластика на 3D-принтере, отражающие тревоги современного человека и самого автора. А также арт-объекты, которые создадут правильный контекст для восприятия смыслов, заложенных в скульптуры. То, к чему он пришел сегодня, это, наверное, какая-то рефлексия художника по поводу происходящего в мире, происходящего в смене поколений, происходящего в каком-то нашем восприятии процесса художественного. Она очень многомерная, интересная. И, конечно, это тот автор, который наиболее интересен сегодня в Девостоке. Замечательная выставка, мне очень понравилась. Интересная работа, необычная, а также скульптуры. Выставка замечательная. Я думаю, что все, что делает Миша Павин, стоит посмотреть и идти. А так все, я восхищен работами. Например, если говорить о картине «Сон Лешика в летнюю ночь», то есть эта картина, она действительно показывает то, как оно есть. Видно, что человек очень долго работал над всей серией картин, очень много думал, и он смог, как минимум для меня, донести то, что он хотел. Художник провоцирует зрителя на откровенный разговор и не боится его, считая это самым нужным и правильным в общении. Каждый экспонат рассказывает о том, что наступило время перемен, которые невозможно игнорировать. Их надо чувствовать, осмысливать, переживать вместе с художником. Выставка будет работать до 14 августа. Анна Дьякова, Тамара Чупахина, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.